Привет, меня зовут Дмитрий Веровский и это обзоры Photoshop CS6 для ChronoFuck.ru. И свой первый обзор я хотел бы начать с одной из самых ожидаемых апгрейдов нового CS6, пунктирных линий для векторных фигур. В прошлых версиях фотошопа создание пунктирных линий было целой историей для веб-дизайнеров. Обычную окантовку можно было получить через стили слоя Stroke. Так что в стилях слоя Stroke вы могли выбрать окантовку в виде сплошного цвета, окантовку в виде градиента, могли контролировать толщину, ее расположение, но не было самого главного. Не было пунктирных линий. Чтобы создать эти пунктирные линии, дизайнерам приходилось извращаться по полной, создавая специальные кисти и пуская их по кривым. Или реализовывать пунктир через специальные полосатые текстуры, которые, кстати, крепились в паттерны к тому же стилю Stroke. В новом фотошопе CS6 все по-другому. Давайте посмотрим. У меня на рабочей области обычная векторная фигура-заливка с маской Shape Layer. И вы уже, наверное, заметили, что панель настроек для электронных инструментов полностью переделана. Это кардинальное переосмысление всего интерфейса нового фотошопа CS6. Но мы еще поговорим об интерфейсе, а сейчас пунктирные линии. На панели настроек у вас есть опции выбора цвета. И белая иконка с красной полоской означает, что окантовка не включена. Чтобы включить окантовку, вам нужно выбрать одну из заливок. И у вас есть выбор из сплошного цвета, градиента или текстуры. И я, пожалуй, остановлюсь на текстуре. Как только вы сделали свой выбор, у вас появляется сама окантовка. И вы сразу можете регулировать ее толщину в специальном окошке. В панели настроек для окантовки у вас есть уже некоторые готовые преднастройки для пунктирных линий. Но чтобы лучше понять их природу, давайте нажмем на кнопку More Options. В диалоговом окне окантовки у вас прежде всего есть выбор из уже готовых, заранее записанных настроек окантовки. И это то же самое, что и в этом окне. Но прелесть этого диалогового окна в том, что вы можете сами настроить любую пунктирную линию и записать ее. Но и стоит, конечно, заметить, что все эти настройки переехали в Photoshop CS6 прямо из иллюстратора. То есть то, что раньше было удобно делать только там, теперь есть и в Photoshop. В настройках самой окантовки у вас прежде всего есть расположение. То есть внутри, по центру, по отношению к линии или снаружи. Я выберу снаружи. Далее идут настройки краев пунктирной линии. Обычные, овальные и на некотором расстоянии от кривой. И вы не увидите эти изменения, если я сейчас буду их пробовать. Они имеют смысл только если у нас будет пунктирная линия. Но мы до них еще дойдем. Далее идут настройки углов окантовки. И это имеет смысл в случае фигур с острыми краями. Вроде прямоугольников, треугольников. Здесь у вас выбор между острыми краями, округлыми краями и усеченными. Поставлю округлые. И, наконец-то, сама пунктирная линия. Dash line. Сейчас я объясню, как это работает. Потому что если вы не сталкивались с пунктирными линиями в иллюстраторе, вначале будет непросто. Когда вы включаете пунктирные линии, dashed lines, у вас есть два размера. Dash и gap. Dash это размер самой черточки. А gap это размер расстояния между черточками. Поэтому, если вы хотите небольшое расстояние между черточками, вы ставите маленький размер. Если вы хотите большое расстояние, например, такое же, как сама черточка, вы ставите такой же размер. 4,4. Если вы хотите маленькие черточки на маленьком, одинаковом расстоянии, одинакового размера, ставите, например, 1,1. И здесь можно было бы вспомнить про настройки пунктирной линии, о которой я говорил ранее. И я выберу округлые пунктирные линии. И, как видите, Photoshop CS6 добавляет окружность к уже имеющемуся размеру черточки. Чтобы снизить размер и превратить мои dashed lines в настоящий горошек, я еще уменьшу dash до нуля. И теперь остаются только эти округлые линии, которые Photoshop добавляет к нулевому размеру. Я немного увеличу расстояние и вуаля. Дополнительные поля для черточек созданы для того, чтобы создавать сложные линии и вводить дополнительные черточки разных размеров с разными расстояниями. Например, я введу еще одну черточку четвертого размера и расстояние 2. Ну и напоследок этого обзора вас, наверное, заинтересует, а как же стиль слоя, обводка, stroke совмещается с этой новой обводкой? Ну, давайте посмотрим. Как видите, stroke расценивает окантовку как часть растровой фигуры. То есть, отталкивается от ее краев. То же самое происходит и с другими стилями слоя. Например, тень. То есть, новая пунктирная окантовка является полноценной частью векторной фигуры Shape Layer. Чтобы регулировать новую окантовку, вам не обязательно выбирать тот же самый инструмент. То есть, Rectangle Tool в нашем случае. Вы можете выбирать любой векторный инструмент. Ellipse, окруженность, или любой инструмент регулирования вектора, или даже Pen Tool. Это был обзор новинок Photoshop CS6. Заходите на Chromebook.ru, следите за новыми обзорами, подписывайтесь на видео. Пока!